Плюс 32 случая за минувшие сутки. Ситуация с распространением коронавируса в Одинцовском округе, как и во всем Подмосковье, остается непростой. В сутки бригада скорой помощи отрабатывает более 70 вызовов. Нагрузка на медиков запредельная. С 1 сентября мы привлекли порядка 35 сотрудников в скорую помощь. Это и врачи, и средний медперсонал. Только за последние две недели 20 сотрудников в скорую помощь привлечено из регионов. Но дефицит медицинских кадров все равно сохраняется. За помощью обратились к министру здравоохранения региона, чтобы увеличить количество бригад с 16 до 25. Отдельную работу проводят с жителями. Разъясняют, чем скорая помощь отличается от неотложной. По поводу коечного фонда. Всего 2301 койка занято 1795. 506 коек на сегодняшний день свободно. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, впервые с сентября число госпитализированных больных меньше, чем число выздоровевших. Это в том числе результат принятых в регионе профилактических мер. Жители 65 плюс по-прежнему находятся в вынужденной самоизоляции, а значит нуждаются в поддержке. В Одинцовском округе это более 49 тысяч человек. В Одинцовском молодежном центре организован полцентр. Также обслуживаются звонки всей Московской области. И как я говорил ранее, это основные просьбы по результатам в анализе чек-листов. Это купить продукты, лекарства и помочь оформить документы. Всего же в округе около 200 волонтеров, которые в любой момент готовы прийти на помощь нуждающимся. Связаться с добровольцами можно по телефонам, которые вы видите на экране. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.